Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 29 июня, день Тихона, Назван в честь святого отца Тихона, чудотворца и епископа Амамфунтского. Тихон взял на себя великий труд, Отвращать местных жителей от языческих заблуждений И приводить их к познанию Христа Бога. В этом труде помогал ему Господь. Исторгнув от власти дьявола словесное стадо, Святитель привел его в ограду православной церкви, Обратив козлов в овец Христовых. Тихон уничтожил также вокруг Амамфунта идолом, А храмы, как жилища бесовские, он искоренял и разорял. Существовало поверье, что сегодня заканчивается молодое лето и начинается зрелое. Говорили на Тихона, и солнце тише идет, И птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки. Считается, что у земли в этот день самый тихий ход, И это научно доказано. Кстати, в народе считали, что молитва Тихону поможет уменьшить зубную боль. Сегодня рекомендовали собирать лекарственные травы. Снадобья, приготовленные на их основе, будут целебными. Сегодня выполняли такой обряд. В полночь непорочные молодые девицы полностью обнажались И оббегали грядки своих огородов. Мол, это помогало защитить посевы от болезней и вредителей. Приметы. На день Тихона все в природе затихает. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем соком лимона. То есть здесь у нас очень много различных будет майонезиков. Мне за яблоко принят. Геннадий Петрович, а какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый, потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологически активных вещей. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прям вот то, что мне нужно. Это хорошо. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечек у вас есть, это очень хорошо. Потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашему организму. Если человек мало употребляет мяса, то они будут в какой-то степени его дополнять. Ой. И самое важное, потихонечку. Да, осторожно. Не порезаться. Да, кстати, мы еще вот так вот, смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Она всего-то выбрасывает. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь... У меня только вот это остается. У меня вот это остается все время, это яблоко, вы знаете, дома. Хорошо, нарезаем. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаем. Так, теперь я еще нарезаю. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А, какой дух идет, кстати. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблоко? Можно натирать действительно на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы, и мы думаем, что полезна самая мякоть. Нет, на самом деле больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Во-первых, уже, да, как они хранятся зимой? Выбирайте наши семеринку, зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, их лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Ну, возвращаясь к сельдерию, что я могу еще сказать про него? Сельдерий обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конферта. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же, а, ну, смотри, какая часть, наверное, потому что если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен... Нет, он будет все из зеленой части растения обладать успокаивающим действием, поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств, возбуждения. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит чистить. Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот, да. И, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и кровотворению. А красота-то какая? Вот, красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата. И теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем. А стоит ли это делать? И какой соус вы чувствуете? Я. Сладкий или там, допустим, какой-то там горький или еще. Ну что? Ну, можно какой-то пикантности такой немножко добавить. А именно. Ну, не знаю, может быть, остроты какой-то, чего-то. А может быть, вот соус с чесночком, нет? Не пойдет? Соус с чесночком. Или сельдерей и чеснок это вот. Сельдерей и сельдерей. Ну, в принципе, все это можно сделать. Хочется что-то делать. А может быть, лимончик капнем просто? Можно лимончик капнуть? Можно, мне кажется, лимончиком можно капнуть сметком. Почему? Вот. Потому что у нас здесь получилось идеальное сочетание яблока, моркови и сельдерея. И это дало такой вкус сочный, что, в принципе, никакого даже майонеза добавлять не надо. Ну, не хочется портить, да. Можно его съедать так. Можно и так. Но можно сделать и, допустим, какой-то, так как у нас вкус-то, первоначально такой сладенький, мы можем немножечко сладкий ему сделать. Поэтому для этой цели мы возьмем лимончик один. Вот. Так, это мы сейчас соус делаем? Да, это мы будем делать соус. Берем один лимончик и выдавливаем сюда его. Кстати, а вы знаете, что такое водно-сливое место? Вот вы когда говорили, мне это заинтересовало. И интересно, почему для пожилых людей, для молодых это не так актуально? Нет, это всем актуально. Водно-сливое обмен, это один из важных показателей работы организма человека. Если будет неправильно, слишком много, ну, будем говорить, скапливается воды, человек отекает. Если слишком мало, значит, он будет плохо себя чувствовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!